Волгоград Отец Людмилы Соломатиной работал инженером на Сталинградском тракторном заводе. Государство отправило его учиться в Соединенные Штаты Америки, а когда он вернулся, сотрудники НКВД его тут же арестовали и в 1997 году расстреляли. Как жили, так и жили. Как вы представляете себе? Один ребенок умер, а я осталась. Двое умерло, а я одна осталась. Клавдия Перфилева тоже дочь репрессированной. Ее отцу повезло, он освободился из тюрьмы и даже успел принять участие в Сталинградской битве. А вот ее дядя Константин Перфилев был убит в Куйбышевской тюрьме НКВД. Его жена и сын погибли во время Сталинградской битвы. Учительница наша говорила, дети, среди наших учащихся есть дети врагов народа. А нас было двое. А где вы жили? В Красной Слободе. И как только клавка или галка выходят, сразу начинают уничтожать, кирпичами бросать, навешивают веревки и тянут вот так. Ну, девчонка, второй класс, восьмилетняя, что я могу с ними справиться? То, что я пережила, это невыносимо. Четверо расстреляли. Вот и папа, и свекор с векровью расстреляны, и дядя моей тетушки родной расстреляли. А те посидели, потом немножко пожили, чуть-чуть. Ну, правда, были как сосланы в Караганде, в Казахстане они жили. В митинге приняли участие и студенты Государственного технического университета. Мне думается, что как можно дольше мы должны помнить о той трагедии, которая свершилась в нашей стране, с тем, чтобы ни наши дети, ни наши внуки не пострадали и не повторяли тех ошибок. Для этого мы учим историю. Поэтому сегодня мы здесь. Акция продлилась недолго, около 16 минут. Участники митинга обменялись мнениями и разошлись. Второй митинг, организованный региональным отделением Левого фронта, прошел вечером на площадке двух университетов – педагогического и политехнического. Помимо призывов освободить политических заключенных из тюрьм, звучали также стихи Пушкина, Маяковского, Брехта, Мандельштама, посвященные борьбе за свободу. Не можем просто так мучиливо смотреть на то, что сейчас происходит. Когда люди действительно преследуют свои политические убеждения, нарушая все нормы международного права. Какая страна может себе позволить захватить человека, я говорю о Леониде, на территории иностранного государства. Более того, возле представительства международной правозащитной организации. Власть чувствует свою слабость и пытается закрутить гайки, чтобы хоть как-то поддержать режим, но они видят, что у них ничего не получилось. Диктатура-то она по сути и есть, потому что в любой момент они могут сфальсифицировать выборы, они могут попросту раскусить парламент, они могут объявить результаты выборов недействительные. Что угодно сделать, они найдут способ сделать. Режим, который сейчас существует в России, как вы называете его? Я считаю, что он авторитарный и стремительно скатывается в фашистскую диктатуру. Ация прошла без происшествий. Порядок поддерживали сотрудники полиции. Я не могу разному к ним относиться. Я их не собираюсь хвалить, но то, что их посадили...